приветус анализируя активность на канале я пришел к следующему выводу многих интересует беспроводная настройка wi-fi принтера у некоторых зрителей которые повторяли мои рекомендации возник ряд проблем сегодня я расскажу как решить эти проблемы возникшие при беспроводной настройки wi-fi принтера это касается напомню современных принтеров hp черно-белых и цветных лазерных возможно и струйных выполненных в белом пластике дизайн такой у них у них белый корпус у черных это предыдущая линейка принтеров и мфу там директ wi-fi из коробки был не активен то есть его нужно было дополнительно включать в веб-интерфейсе и так это про белая принтера теперь о проблемах их немного а всего две первое когда мы набираем адрес 192 168 223.1 волшебный то не попадаем на веб-интерфейс принтера такое случается а получаем страницу небезопасное соединение вот сейчас мы видим именно такой вариант нужно нажать я повторял это много раз в комментариях теперь специально показываю где это сделать нужно нажать на кнопку advance которая находится внизу экрана или дополнительно на русском будет и далее нажать на ансейф то есть продолжить и перейти на страницу веб-интерфейса то есть попасть на веб-интерфейс принтера если вы не видите кнопки advance то скорее всего вы просматриваете ее с мобильника тогда рекомендую включить полный или десктопный режим просмотра страницы иначе вы просто не увидите кнопки advance это происходит по причине того что операционная система на которой вы просматриваете страницу принимает веб-интерфейс принтера за обычную страницу интернета видит что у нее отсутствует сертификат безопасности и пытается ее блокировать вторая проблема может возникнуть на принтере который только что достали из коробки и включили первый раз или же эта же ситуация может возникнуть когда мы делаем полный сброс принтера на заводские установки так называемый hard reset значит у меня об этом есть видео еще раз напоминаю ищите в моих видео в них много что есть о настройке принтеров под разными операционными системами а также как делать hard reset я провел дополнительное исследование этого состояния принтера и оказалось что принтер находится в определенном состоянии в течение нескольких часов около пяти часов точнее установить не удалось в этом состоянии зайти на веб-интерфейс принтера невозможно проконтролировать такое состояние достаточно легко в списке доступных вай фай сетей у нас не будет сети direct hp и так далее а будет сеть типа hp setup значит смотрим внимательно если у нас такая сеть значит принтер просто недоступен не мучаем ни себя не принтер значит ждем пять часов и работаем дальше после истечения указанного времени принтер перейдет в нормальный режим и появится сеть вай фай direct hp так с этим тоже понятно значит почему так происходит потому как процедура работы с новым принтером абсолютно новым или сброшенным принтером она предполагает что вы будете искать какие-то провода кабеля и что-то там устанавливать и вам для этого дается определенная квота времени значит хочу отметить что если вы попадаете в затруднительное положение при беспроводной настройки вай фай принтера то я рекомендую вам производить сброс принтера на заводские установки опять же видео есть а затем уже начинать процедуру настройки вай фай однако выглядит слишком смешным настраивать беспроводной принтер проводами и дисками и только сейчас hp начинает первые неумелые шаги делать для того чтобы стало возможным отказаться в настройки вай фай от проводов и дисков как мы видим проблемы все еще есть но такой способ уже работает пожалуйста пользуйтесь никакие провода никакие диски вам не нужны все можно настроить с по современными принтерами hp это замечательно работает в принципе у меня все как говорится с меня хватит с вас тоже до следующей встречи